Как известно, дорога не прощает ошибок. Она небезопасна в любое время года в связи с постоянно увеличивающимся потоком транспорта. Учащиеся, которые идут в школу, активные участники дорожного движения. И потому они должны быть готовыми к тому, чтобы дорога не преподнесла неприятные сюрпризы. О том, как об этом заботятся в третьей школе, в нашем следующем репортаже. Для многих ребят правила дорожного движения не в новинку. Они уже знакомились с ними в детском саду. Азбука правил, конечно же, хорошо известна и школьникам. Об этом позаботились родители и учителя. Но, как говорится, повторение мать учения и освежить эти знания в осенний период особенно важно. Интереснейший квест подготовили для учащихся третьей и средней школы их учителя. Знания ребята, естественно, получают на уроках ОБЖ, на классных часах, которые проводятся еженедельно во всех классах. И на кружках, которые я веду, кружок ЮИД. Мы с ребятами готовимся к соревнованиям, выступаем на районных соревнованиях, которые проводят ВОА вместе с ГИБДД Славянского района. Занимали призовые места и, надеюсь, мы еще это продолжим. На станциях квеста знатоки правил дорожного движения были заняты старшеклассники. Без их помощи обойтись было трудно. Нужно знать наизусть желательно все эти знаки, все правила. Потому что, как никогда, это очень важно. Нужно все равно соблюдать, потому что, а, ладно, может быть, прокатит, да, может быть, пронесет. Но, к сожалению, это же не всегда срабатывает. Как говорится, полагаться на судьбу тоже не всегда нужно. Четыре команды соревновались в своих знаниях правил дорожного движения. Квест заинтересовал ребят. Они соперничали с Огоньком азартно и вместе находили решение на непростые вопросы. Очень важно знать правила дорожного движения, как таблицу умножения. Ведь не будешь знать одного правила, но это будет, ну, мягко говоря, не очень хорошим последствием приводить. И думаю, что лучше пять раз проверить правила, прежде чем приходить дорогу или подумать, там, а правильно я там сейчас сделаю. Или просто лучше уж подождать там много чем, вот, там, допустим, бежать, да, если ты даже, допустим, опаздываешь. Квест на такие правила нам очень освежил память о дорожных знаках. Моим одноклассникам и мне этот квест очень понравился, так как он веселый, интерактивный. В нем участвуют наши одногруппники, одноклассники. И лучше хорошо знать знаки дорожного движения, так как бывают разные ситуации на дороге. В выигрыше остались все участники квеста. В игровой непринужденной форме они еще раз вспомнили о важных и нужных для них правилах. А значит, переходя оживленную дорогу, ребята будут чувствовать себя гораздо более уверенно. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».